Взмах жезлом, остановка, проверка документов. Алгоритм знакомый. Так в городе контролируют качество пассажирских перевозок в маршрутках и автобусах. В первую очередь определяют, ответственный ли водитель подошел к выходу в рейс, а именно наличие путевого листа, прохождение медосмотра и дальше по списку. Смотрят и на внешний вид транспорта. Спереди и сзади должны быть обозначены номер маршрута, указание следования. Это отправная и конечные точки. Если в совокупности нарушений нет, проверка пройдена. Но главные инспекторы – сами пассажиры, а у них вопросов к качеству хватает. «Это не соблюдение расписания движения нашего автобусного транспорта. Это разговоры водителей по телефону во время движения. И встречается грубость водителей. Поэтому вот это общение совместно с проверяющими инстанциями здесь в поле дает свои результаты». За июнь и июль в областном центре составлено 17 протоколов за нарушение графика движения. Этот вопрос остро стоит в часы пик. Маршрутки ходят с интервалом от 10 до 20 минут. Плюс 5-10 минут – погрешность. И это без учета отставания от плана. Его соответствие действительности проверяли городские службы. В это время другие участники рейда ловили зайцев в трамваях. Если таковые есть, контролёры просят оплатить проезд. «Мы выявляем отсутствие билетов у пассажиров. Также мы смотрим на частоту салона, работу контролёров и водителей. Ежедневно нами проявляется порядка 40 единиц подвижного состава, и каждый день вставляются акты об нарушении». Это от пяти актов в день. Подобные коллективные рейды проходят регулярно два раза в неделю. Напомним, с июня этого года вступили поправки в Кодекс административных правонарушений Ульяновской области. За безбилетный проезд предусматривается штраф в размере 1 тысячи рублей. А «Заяц», попавшийся во второй раз, заплатит полторы тысячи.